Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Я продолжаю освещать тему Woodmart. Это урок 47. Следующий у нас на очереди опции «Пользовательские CSS». Что это такое? У опции находится Woodmart – «Настройки темы». Дальше – «Пользовательский CSS». В данной теме очень круто разграничены поля для ввода CSS. Нигде ранее в других темах я такого не видел. Обычно выделяют какое-то одно поле для ввода CSS, для пользовательского CSS. CSS – это для людей, которые умеют писать CSS, понимают CSS и могут какие-то правки вводить. Допустим, что-то не хватает в шаблоне или что-то, может быть, не работает, и CSS можно это подправить. Ну, как пример вот здесь у меня. И вот как разграничено здесь, смотрите, здесь написано глобально для всего сайта будет действовать код, который будет размещен в этом поле. Также они сделали CSS для ПК-версии, компьютерной версии, да, CSS для планшета. Скажем, что-то плохо смотрится на планшетной версии сайта, то можно ввести код, который будет действовать только для планшета. И, соответственно, CSS для мобильного устройства, горизонтальная ориентация и мобильное устройство. И Custom CSS для Admin Dashboard. Дальше также есть у нас с вами пользовательский CSS, где тоже есть глобально. То есть это JavaScript, кто умеет писать, допустим, что-то дополнить или ошибки исправить. У вас есть поле для ввода глобально. Следующая у нас идет опция под названием, ну, перевели здесь как «Другое». Давайте посмотрим, какие здесь опции есть. Здесь уже, конечно, есть поинтереснее моменты, нежели предыдущие другие две настройки. Первая опция «Отрицательное значение отступа. Секции в Elementor». Если я правильно понимаю, по умолчанию у нас это включено, возможность задать отрицательный отступ, то это у нас на странице в Elementor, у нас же есть такие как «Секции». Если мы зайдем в расширенные, отрицательные, то есть минусовое значение, допустим, сверху. У нас какой-то есть отступ, который никак не отступает, и мы можем поставить минус 50. Но я пробовал отключать, проверить, у меня все равно отрицательный отступ срабатывает. Ну, то есть тут не совсем понятно, здесь ли это, к этому ли это относится, или это только главная страница. В общем, самое главное, отрицательный отступ работает, он бывает нужен, точно зная из опыта. Поэтому то, что она включена, эта опция, это будет очень хорошо. Если у нас возникают разного рода уведомления на сайте, то они могут быть закрепленные, то есть зафиксированные. По умолчанию выключено. Следующая опция «Показывать комментарии на странице». То есть вот у нас есть пример, то есть страница имеется в виду, вот эти вот страницы WordPress. Показывает ли там форму комментариев на ваше усмотрение. Дальше пользовательская страница 404. То есть это популярная страница ошибки, страница не найдена. Вы можете искусственно ее вызвать к адресу вашей строки, написать несуществующий альяс и нажать Enter. И вы увидите вот такую вот штатную страницу 404, которая здесь уже есть. И вы ее можете украсить. Давайте посмотрим, как это сделать. То есть создать собственную страницу 404. Перейдете в Woodmart вот по этой ссылке. То есть вы можете либо самостоятельно создать через Elementor страницу 404, либо воспользоваться готовым макетом. Перейдя вот здесь вот дополнительно, перейдя 404, здесь есть два готовых симпатичных макета. Страница не найдена. Можно сделать предпросмотр, как выглядеть будет страница. Даже если вы возьмете этот готовый макет, вы сможете его отредактировать под себя. Элементарно хотя бы поменять текст на русский язык. Здесь есть даже поле поиска. Убрать его, допустим, отсюда. Добавить какую-нибудь кнопку на главную, переход на главную, чтобы не терять посетителей, которые попали случайно как-то на такие вот страницы. То есть понравилась страница, нажимаем вот здесь на кнопку «Импорт». Ждем, когда импортируются страницы. То есть Woodmart создаст эту страницу сейчас в страницах с готовым контентом. Все, у меня это произошло. Переходим к странице. Убедиться нам нужно. Вот она, видите, Custom 404. Давайте посмотрим. Зайду в режим редактирования. Убедимся, это ли это страница, которую я импортировал. Да, это та страница. И здесь сразу же можете менять текст на свой. Вот, допустим, поиск я не хочу здесь выводить. Я его просто удаляю. Правда, я его с текстом тут удалил, но ладно. Сохранить. Текст вот здесь. Картинка здесь мне понравилась. Далее переходим на страницу «Другое». И вот здесь вот мы просто можем выбрать эту страницу. Сохраниться. То есть назначить эту страницу, чтобы она всегда подставлялась, когда любой человек попадает на сломанную страницу или на несуществующую страницу. Вот как у нас было. Обновимся просто на этой несуществующей странице. И у нас с вами подставляется страница, которую мы назначили. Следующее. По умолчанию у нас есть тег для заголовков виджетов в H5. Если это важно, то есть смотрите, вот у меня на странице магазина вот эти заголовки, да. Они в H5. Если это важно, можете сменить на любой из того, что у нас есть. Рекомендации только ни в коем случае H1 не назначайте, да. Потому что H1 должен быть только один раз на одной странице. Включить пользовательский слайдер. О нем мы будем говорить в следующих видео. У нас вот здесь выводится слайдер, который мы можем выводить на любой странице. Как правило, выводится он на главной странице. Но если вы вообще хотите, чтобы он вообще тут не выводился, его можно просто скрыть. То есть если вы не будете пользоваться. Дальше. Разрешить загрузку SVG. Обычно, то есть это у нас иконки, векторная графика в формате SVG. При масштабировании они не теряют в качестве. Обычно нужно использовать в этом формате. И у нас здесь включена опция разрешить загрузку SVG. Потому что WordPress может просто не пропустить загрузку в медиа, да, SVG картинки. И нам говорят, что здесь вот можете установить плагин бесплатный, который мы вначале в самом устанавливали. Если мы сейчас перейдем в плагины, я рекомендовал его к установке. Нажмем активные. Вот у меня SVG установлен и активирован этот плагин. Чтобы просто SVG работали нормально. Дальше. Слайдер Revolution. Огромный, мощнейший плагин слайдов. Тяжеленный. Если используем, то есть этот плагин используем на сайте, тогда включаем здесь эту опцию. Это будет наследствие шрифтов темы. Это полезно. Если в слайде вы используете, то есть в слайдере Revolution создали слайды, там есть текст. И чтобы текст не плясал, не гулял, так говорится, да. Чтобы он не отличался от шрифтов сайта в слайдере, то надо сделать, чтобы шрифты наследовались. Очень крутая штука. И последняя здесь опция тег области просмотра. Стоит немасштабированный и масштабируемый. Что это такое? Если у вас здесь стоит немасштабируемый, поставьте масштабируемый и сохраните настройки. Некоторые клиенты отключают эту опцию и запрещают тем самым посетителям масштабировать веб-сайт на мобильных устройствах, в частности iPhone. Ну вы поняли, да? Это когда пальцами можно на телефоне просто увеличить, что-то разглядеть, прочитать, если что-то мелко. Не надо давать, ограничивать, мне кажется, людей такой возможностью, поэтому оставляем масштабируемый. И здесь у нас последние опции, но не последний, в принципе, урок по Woodmore, да. У нас еще будут уроки. Но именно из этой вот ветки у нас опция здесь последней. Самые простые, одни из самых тоже важных, я бы сказал. Это импортировать, экспортировать настройки. То есть, если вы создали сайт, у вас десяток сайтов, вы подряд их создаете, на одном сайте вы все настроили и хотите ваши наработки быстро перенести на другой веб-сайт WordPress с тем же шаблоном, то вы можете импортировать это и на другом сайте с этим шаблоном экспортировать ваши наработки, то, что вы тут все настроили на сайте А, скажем, перенести на сайт Б. Очень полезная фича и очень полезная фишка сбросить все по умолчанию. Вот вы строили, строили, настраивали, запутались там, хотите начать с нуля там все настраивать, тогда можно сбросить и настройки должны сброситься по умолчанию. Я ни разу не пользовался этой опцией, но думаю, что это все работает. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты, простые и сложные, дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов, но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Услуга не из дешевых. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok